Одно из читательских писем подсказало мне эту басню. Лев и ярлык. Раскнулся лев, и в гневе стал метаться. Нарушил тишину свирепый грозный рык. Какой-то зверь над львом решил поиздеваться. На львиный хвост он прицепил ярлык. Написано «осёл» и с номер с дробью, дата, и круглая печать, и рядом подпись чья-то. Лев вышел из себя. Как быть? С чего начать? Сорвать ярлык с хвоста. А номер? А печать? Ещё придётся отвечать. Решив от ярлыка избавиться законно, на сборище зверей сердитый лев пришёл. «Я лев или не лев?» — спросил он раздражённо. «Фактически вы лев?» — шакал сказал резонно. «Но юридически мы видим вы осёл». «Какой же я осёл, когда не ем я сена? Я лев или не лев?» «Спросите кенгуру». «Да, кенгуру, в ответ вас внешне, несомненно, есть что-то львиное, но что?» «Не разберу». «Осёл, что ж ты молчишь?» — лев прорычал в смятении. «Похож ли я на тех, кто спать уходит в хлев?» Осёл задумался и высказал суждение. «Ещё ты не осёл, но ты уже не лев». Напрасно лев просил и унижался. От волка требовал. Медведю объяснял. Он без сочувствия, конечно, не остался, но ярлыка никто с него не снял. Лев потерял свой вид, стал чахнуть понемногу, то этим, то другим стал уступать дорогу, и как-то на заре из логовища льва вдруг донеслось ослиное ия. Мораль у басни такова. Иной ярлык сильнее льва. Не бољдайся. Гораль у басни такова.